Фотограф в самом начале своего творческого пути всегда думает о прекрасном. О девочках, о картинках, о фактуре материала. И только когда начинает терять данные коммерческих заказов, ему приходит в голову мысль, что что-то не так. И даже тогда мы начинаем с самых бюджетных решений, которые на самом деле решают задачу только отчасти. Да и то, если повезет. Однако сделать хороший нас для бэкапа это лишь половина задачи. Вот сделать его функциональным это действительно то, что будет востребовано. Сегодняшний DS1817 Plus это такой маленький монстрик, способный хранить огромную базу ваших фото и видео. Не только хранить, но и отдавать их кому надо и когда вы этого захотите. Будь то профессиональная деятельность или развлечение. Вот эту вот коробку мечты мне дали в российском представительстве Synology, за тест которой, кстати, им огромное, огромное спасибо. Когда она приехала, даже сама коробка меня впечатлила. Здесь чувствуется масштаб. На практике работы было мало. Просто вставить диски внутрь и воткнуть устройство в роутер. После этого два с лишним терабайта моего видео, не всего, но как бы тем не менее, выкачались буквально за ночь. Ну, по моим ощущениям. Затем все инкрементальные изменения обносились уже по мере изменения файлов на моем компьютере, а совсем не по какому-то графику. Мне понравилось также и то, как гладко работает Cloud Station Backup. Можно сделать любые правила для него, по которым все будет синхронизироваться именно так, как вы скажете. Например, вот я традиционно убираю из синхронизации файлы кэширования данных Adobe, которые их софт плодит просто в огромном количестве, и они лишь замедляют процесс. В бэкапе они на самом деле не нужны. Нужны лишь исходники. Поэтому правила помогают нам изящно исключить их из уравнения. В предыдущий раз я пользовался Active Backup, который на самом деле менее удобен и гибок. В дороге же доступны и более простые варианты, вплоть до возможности просто закидывать нужные фото через обычный браузер. Больше ничего не требуется. Так вы их точно не потеряете, и более того, они будут дома гораздо раньше вас. Главное, чтобы интернет был хорошим. В первую очередь мне понравилось, что вперед шагнул функционал работы с фото в сети. Появились редакторы, ну да, конечно, они далеки от нас, но главное, можно уже весь нужный функционал привязывать еще при отсылке папки непосредственно заказчику. Задача отбора была решена еще в прошлый раз. Уже сейчас можно гибко работать с доступными ярлыками, если вы хотите доверить, конечно, заказчику отбор фото. Правда, Synology уже внутри имеет защиту от дурака, и здесь публичные и бэкапные папки не пересекаются. Поэтому для отбора вам придется сначала перетащить отснятые исходники в общедоступную папку и настроить для них доступ. Там уже заказчик отметит нужными флажками требуемые ему фотографии. Вот только стоит ли ему показывать половину работы? Зато куда интереснее работа обстоит уже над готовыми фото, где можно повыделять критичные элементы прямо на фотографии, чтобы согласовывать с исполнителем правки, которые требуются. Это завораживает. И более того, для рабочих материалов здесь можно установить любой водяной знак в процентах от его размера и применить его ко всему альбому. А после работы с фото и одобрения финансовых версий заказчикам вам даже дома не надо быть. Вы просто удаляете водяной знак, и сама система вернет исходные фото для того, чтобы заказчик их забрал. Попробовал я и новую мелочь, которую можно сделать на Synology через ее сетевое размещение. Я подключил сетевым диском, а фотографии импортировал простым добавлением. Здесь достаточно просто сделать Smart Preview, и потерь в производительности на самом деле не будет, то есть если у вас сам каталог размещен на компьютере, не просто на компьютере, а на компьютере с SSD, с синхронизацией на тот же Synology самого каталога, как только он обновляется. Так можно вообще не импортировать на компьютер исходники, забыв обо всех ваших страхах, если, конечно, на Synology у вас установлен RAID 1 или больше. Архитектура здесь позволяет поставить внутри SSD, и тогда можно будет с одним и тем же каталогом работать через систему LUN через iSCSI на самом устройстве, который позволяет сетевой диск подключить в качестве логического. Я, честно говоря, не знаю, зачем это, поэтому я просто попробовал и забыл. Ну а учитывая мощность нового железа, который компания обновила буквально вот этой осенью, совсем недавно, стала, возможно, и полноценная работа с видео. Но, правда, только в пределах того, что дает вам само устройство. Узкое место здесь, кстати, не мозги Synology, а ваш роутер. И хотя я подключал его коротким и родным патч-кордом, который шел в комплекте в поставке, при просмотре на компьютере, который находится в пределах той же сети, были определенные тормоза, связанные с тем, что компьютер буферизовал картинки при их показе. При том, что сам исходник был обычным 1080H264. В видео в формате 4К устройство уже будет пережимать под нужный размер, чтобы экономить ваш трафик и, естественно, скорость. Справедливости ради нужно сказать, что это было в браузере. И когда я повторил то же самое на телевизоре, подключенном, причем, через Wi-Fi к тому же самому роутеру, он сначала очень долго кэшировал поток на него, зато потом все показал очень гладко и достойно, без прерываний на буферизацию. При этом устройство использует какой-то сверхфункциональный медиаплеер, который, кстати, можно полноценно использовать для развлечений. и можно апгрейдить, устанавливая связь с онлайн-сервисами, чтобы там записывать различные трансляции по удаленным адресам, качать видео и так далее. По сути, такая коробка должна еще и качественно интегрироваться в проект нового умного дома. Smart Home. Что касается комплекта для работающего видеографа, то здесь ситуация несколько скромнее. Напомним, давайте вспомним о задачах, которые обычно стоят перед нами, видеографами. Реже это, конечно, да, отбор черновых материалов с представителями заказчика. Такое бывает, но редко действительно. Но в основном это работа над уже готовыми видео, которые мы просто конвертируем для заказчика, для того, чтобы его дорабатывать. Если у вас море материалов, вы наверняка, как и я, используете открытые хостинги вроде того же Ютуба, поскольку больше нигде нет много места. Ну, конечно, можно использовать и облака, но с ними всегда стоит проблема синхронизации, то есть времени. В данном случае такой проблемы вообще не существует, потому что после конвертации вы просто отправляете заказчику ссылку, поскольку загрузка на синологи уже произошла. И она происходит по сравнению с тем же интернетом вот так, практически мгновенно. Точно так же делаются рабочие папки для ваших заказчиков, через которые вы передаете ему материалы. А уже он вам. И раз уж в фотографиях уже есть возможность редактирования прямо на фото с указаниями, что сделать, думаю, что сделать комментарий к видео с привязкой к конкретной точке воспроизведения было бы просто бесценно, потому что вот сейчас мне приходится всегда говорить заказчикам указывать конкретный тайм-код, там, где они поставили на паузу, плюс как бы всегда есть какая-то путаница с версиями роликов, это неудобно. Удобно сделан интерфейс USB. Порты есть как с тыловой, так и с лицевой стороны. Причем как для постоянного, так и для временного подключения внешних устройств, таких как флешек, карт-ридеров и жестких дисков. При этом для любого устройства можно поставить правило обработки, в какую сторону и что копировать, в зависимости от ваших предпочтений, просто в автоматическом порядке. Ну а по окончании операции устройство просто подаст звуковой сигнал для извлечения накопителя. Использовать это можно, например, когда вы приезжаете со съемки и просто автоматически делаете бэкап для ваших видео. Впрочем, можно таким образом загонять туда информацию и для постоянного хранения. То, о чем я мало рассказал в прошлый раз, так это возможность поднять собственное облако. Ну да, сегодня за пару сотен долларов в год можно легко содержать облако, даже облачко на 1 терабайт. Однако функционал там будет стандартным. А вот хватит ли его видеографу, это еще вопрос. Здесь, даже если просто отвлечься от имеющихся приложений, само облако уже изначально куда более продвинутое. Начнем с того, что емкость вот этой вот монструозной коробки не лимитирована вообще. Ну да, здесь, конечно, есть 8 дисков, 8 слотов, а потому если учесть, что максимальная емкость одного диска, доступная на рынке, сегодня составляет 12 терабайт, получится 96 терабайт дискового пространства в сети. Ну правда, это если и RAID 0, а если RAID 1, 5, 10, емкость будет снижаться, зато добавится отказоустойчивость на уровне дисков. И да, никакой синхронизации с интернетом, достаточно просто кинуть файлы в папку на компьютере, и почти сразу вам будет готовая ссылка на облако. Как эти ссылки расшаривать, устанавливать пароли, сроки, условия доступа для разных людей, решаете тоже вы. Причем не обязательно из дома, но даже из гор. Был бы интернет хотя бы какой-нибудь. Для самых жадных здесь есть бесценная опция подключения внешних модулей расширения емкости, вроде того же Expansion Unit DX517, чтобы натыкать еще дисков вплоть до 18 штук. А это уже максимум в 216 терабайт и только на сегодняшний день. Не забудем и про то, что через ваше же облако вам пересылают материалы и ваш заказчик, что меня еще в прошлый раз приятно удивило. Интересно, что это еще и полноценный домашний сервер, учитывая его мозги. Здесь есть и PHP, и Perl, и Node.js, и даже WordPress инсталируются буквально за секунды. Как следствие, можно создавать своими силами даже любого размера сайта, не платя хостеру вообще ничего. Любого размера значит любого. Выкладывать на него практически любой контент, ну и, естественно, разрешенный законодательством. Был бы интернет, соответствующий, естественно. Не забудьте, что ни на одном сайте сегодня за разумные деньги вообще больше 3-4 гигабайт, суммарно причем вместе со скриптами, вообще ничего не разместите. А значит, в наши медийные времена подобные решения будут в любом случае востребованы. В заключение скажу, что вот за такое устройство не стыдно. Ну, понятно, что у той же Synology стыда за свои устройства в принципе нет. Но здесь не стыдно еще и фотографу. Здесь просто не придется извиняться перед заказчиком, поскольку при правильной настройке ничего у вас теряться не будет. Да, весной я критиковал мобильное приложение за то, что оно не показывает превьюшек файлов в формате RAW. Так они сейчас все исправили, так еще и добавили инструменты редактирования и совместной работы. Я уверен, что и мою критику про тайминг видео и инструментарий для совместной работы именно с видео они тоже добавят, поскольку сейчас я уже гораздо больше уверен в том, что работать с видео здесь можно и нужно. Помните, что видео теряется гораздо быстрее и бесповоротно. Идея умного дома уже давно реализуется и здесь вам не просто бэкап ценных данных, это еще и медиасерверы, торрент-клиенты, еще и много реализаций, из которых я вообще знаю всего лишь часть. Наверное, пора таким обзавестись и мне. А цена здесь не недостаток. Это обязательство компании делать хорошо свою работу, чтобы вы потом не теряли клиентов. Я возьму еще и медиасерверы, но я думаю, что я буду делать так вот. Продолжение следует...